Здравствуйте! В эфире 12-го канала новости. В студии Елена Бабкова и коротко о главном. Выплаты для школьников и налоговый вычет за любовь к спорту. Какие еще новшества ждут россиян в августе, расскажем в обзоре. Взял ключи без спроса и устроил развлечения с риском для жизни. Подросток на мопеде сбил 10-летнего мальчика. Подробности истории. Заглянут в каждый двор. В стране началась сельскохозяйственная перепись. Переписчиков вооружили не только планшетами, но и масками. Крылатые воины в России сегодня отмечают День ВДВ. Как торжества проходят в Омске. И артистом может стать каждый. Выступить на арене омского цирка. Ребятам с особенностями здоровья помогут собаки. Как стать участником первого инклюзивного фестиваля. Омичи могут сделать придомовую территорию удобной и современной. Главное проявить активность и принять участие в голосовании. Оно стартовало сегодня. На выбор 93 зоны в спальных и жилых районах. Их отремонтируют по нацпроекту формирования комфортной городской среды. В следующем году на месте пустырей появятся детские спортивные комплексы. Также установят лавочки, высадят деревья и кустарники. Оставить свой голос можно на сайте 55.городсреда.ру до 31 августа. 78 микротерриторий, которые наберут максимальное количество голосов, преобразятся. Мы запустили наше новое голосование. Со 2 августа по 31 августа 2021 года на площадке 55.городсреда.ру проходит данное голосование. Все жители города Омска старше 14 лет могут принять участие. Мы с вами уже в мае попробовали эту площадку, знаем, как она работает. И я думаю, что очень много амичей, которые болеют за свой город, за территории, которые находятся рядом, активно примут участие. Добавлю, отдать голос можно лишь за одну площадку. Для этого нужно авторизоваться на платформе по номеру телефона или через учетную запись на госуслугах. После ввода данных поступит звонок. Последние 4 цифры – это пароль для входа. Подведут итоги голосования в начале сентября. Работы по благоустройству начнутся уже весной 2022-го. Новые выплаты на детей, спортивный вычет и прямые рейсы в Египет уже по традиции. Новый месяц и новые правила и законы. Что изменится в жизни амичей в августе, мы подготовили обзор. Сегодня российским семьям начнут перечислять по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Ранее планировалось, что выплаты стартуют 16 августа. Но Владимир Путин дал поручение ускорить процесс, чтобы у родителей было больше времени на сборы ребенка к началу нового учебного года. Ожидается, что сегодня деньги поступят на карты 17 миллионов россиян. В Омской области рассчитывать на выплаты могут 310 тысяч детей. Большинство родителей уже оформили заявление. Напомню, единовременное пособие положено ребятам в возрасте от 6 до 18 лет, которые ходят или пойдут в школу в этом или же следующем году. Или с 18 до 23 лет, если они по каким-то причинам продолжают осваивать школьную программу. Если родители не успеют подать документы до конца лета, это можно сделать вплоть до 1 ноября. И еще о пособиях. Пенсионные выплаты амичей стали выше. Речь о работающих пенсионерах. Их пособия проиндексировали с 1 августа. Перерасчет прошел автоматически. Никакие документы для этого подавать было не нужно. Повышение коснулось почти 120 тысяч жителей региона. Максимальная прибавка составила почти 300 рублей. Средняя – 175. Новость для автомобилистов. Минус один документ. В последний месяц лет владельцам машин при поездке в страховую компанию не нужно будет брать с собой диагностическую карту. С 22 августа при заключении договора ОСАГО россияне могут не предоставлять документ о прохождении техосмотра. Но любители здорового образа жизни с августа смогут оформить налоговый вычет на занятия спорта. Сумма, которая вернется на карту, не может превышать 120 тысяч рублей в год. Получить вычет можно за расходы как самого спортсмена, так и его детей. Напомню, подобные вычеты есть, например, на лечение, обучение и покупку недвижимости. И новое, хорошо забытое старое. Сообщение, которое к законодательству отношений не имеет, но жизнь многих амичей в том числе скрасит. С 9 августа из России вновь можно будет летать в Египет. Вылеты в страну пирамид и фараонов пока разрешены только из Москвы. Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут выполнять рейсы авиакомпании «Россия». На направление поставят «Боинг-747-400» вместимостью 522 пассажира. Всего в допуске на полеты у Росавиации запросили 9 российских авиакомпаний. Прямые рейсы на курорты, напомню, были запрещены почти 6 лет. И к другим новостям. В Омском районе подросток сбил 10-летнего мальчика. ДТП произошло накануне вечером в деревне Ближняя Роща. Виновник аварии без разрешения сел за руль отцовского мопеда. Школьник разогнался до 40 км в час, не справился с управлением и влетел в товарища. Пострадавший мальчик с черепно-мозговой травмой, отеком мозга и переломом голени в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице. При этом наказание виновник ДТП не понесет. Он не достиг возраста уголовной ответственности. В России стартовала первая сельскохозяйственная микроперепись. Теперь такие статистические исследования будут проводить каждые 5, а не 10 лет, как ранее. Это позволит властям эффективнее развивать и поддерживать отрасль. В нашем регионе наблюдение охватит около трети объектов по сравнению с аналогичным исследованием 2016 года. Так не будут учтены личные хозяйства гаражам и жителей маленьких деревень и сел. Ввиду того, что не все хозяйства будут участвовать в переписи, поэтому она называется микро, то есть на выборочной основе. С какой целью она проводится? Конечно же, прежде всего для получения актуальной информации об отраслевой структуре сельского хозяйства, об основных показателях производства сельхозпродукции, ну и, конечно, наличии и использовании ресурсного потенциала. Фермы и организации отправят сведения о площади земель, посевах, поголовье скота и полученных кредитах самостоятельно. А на личные подворья селян наведаются переписчики. В течение месяца собирать данные будут почти 500 человек. Узнать их можно по особой экипировке. Это жилеты, кепка зеленого цвета, планшет и удостоверение с печатью. Весь персонал дал подписку о неразглашении, поэтому участникам опроса не стоит переживать о сохранности сведений. Не забыли и средства защиты. С собой у каждого переписчика маска, перчатки и дезинфицирующие средства. Ну а окончательные итоги микропереписи подведут ближе к концу следующего года. Навыки рукопашного боя сегодня демонстрировали в 242-м учебном центре ВДВ. Так традиционно отмечают свой профессиональный праздник десантники. Гости познакомились с бытом на экскурсии по казармам, где живут и проходят службу солдат и срочники, и увидели выставку современного вооружения крылатых пехотинцев. Отмечу, что история ВДВ берет начало в 1930 году. 2 августа на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые подразделение в составе 12 человек десантировалось самолета. Именно тогда стало очевидно преимущество парашютно-десантных войск. Быстрая атака противника по воздуху. То, что проходят военнослужащие в воздушно-десантных войсках, ту закалку они запомнят на всю жизнь. И поэтому, кто служил в воздушно-десантных войсках, он является братом для всех остальных военнослужащих в воздушно-десантных войск, кто там служил, кто действительно висел в стропах парашюта. Всего несколько дней остается до премьеры масштабного проекта Омского русского народного хора. В музыкально-хореографической постановке артисты расскажут о судьбе Ермака. На сцене он предстанет и молодым юношей, и зрелым воином, за плечами которого верная дружина и километр покоренной Сибири. История Атамана оживет и в фильме. Зимой артисты проводили костюмированные съемки в тайге. Атмосферу героического времени на концерте также создадут старинные инструменты – колесная лира и чель. В концертном зале постановку Омского хора будут показывать два вечера. Премьера состоится в этот четверг, 5 августа, а затем спектакль повторят в воскресенье, 8 числа. И в этот же день истории о судьбе Ермака смогут увидеть тысячи мечей. И 12 канал проведет прямую трансляцию из концертного зала. Ее начало в 17 часов. Друг рядом в Омске ищут спонсоров, волонтеров и участников первого детского инклюзивного фестиваля. В свете софитов на манеже цирка уже в сентябре выступят особенные ребята. Им приготовлена роль артистов. Попробовать свои силы может каждый. Главное условие – в творческом номере должен присутствовать четвероногий друг. Собака станет партнером и поддержкой для юного омича. Отправить на суту жюри можно танец, музыкальную композицию или игровую постановку в видеоформате. Прием заявок идет на сайте Центра канистерапии «Дверь в лето». Заполнить анкету можно по ссылке, которую вы видите на экранах. Цирк ассоциируется с детской радостью, ну и поработать в манеже для детей – это, наверное, еще интереснее, чем посмотреть на цирковое выступление со стороны. Мы будем рады любой помощи и любой поддержке. Это всегда полезно и классно. Для участников фестиваля, безусловно, будут призы и подарки, как поощрительные, ну и у победителей самые лучшие. Добавлю, что реализуется проект при поддержке фонда президентских грантов. Главная цель – показать особенным ребятам и их родителям, что они не одиноки. Поможет это юным талантам не преодолеть психологические барьеры. Ну а окунуть ребят в мир волшебства может любой желающий, приняв участие в украшениях холла цирка или став волонтером. О спорте. Прошлись штормом по первенству мира и стали лучшими. Омские бойцы завоевали три золотые и одну бронзовую награды на прошедшем в Болгарии первенстве мира по ММА. Его называют главным турниром смешанных боевых искусств среди молодежи. Золото выиграли Михаил Назаренко, Артур Жалов, Александр Шепель, а бронзу взял Никита Якобюк. Ребята тренируются в Омской школе «Шторм». Готовил молодых бойцов перед выходом в клетку тренер Алексей Гритько. Кстати, ребята выступали под флагом страны. Награду получали под гимн России. Амичи могут помочь собрать в школу ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Благотворительную акцию запустили в Центрах социальной поддержки населения. По словам организаторов, 1 сентября должно стать праздником абсолютно для всех школьников. И особенно запомниться первоклассникам. Помочь могут все неравнодушные. Для этого достаточно принести в пункты сбора канцелярию, книги, рюкзаки, предметы гардероба и компьютерную технику. Все это принимают в Центрах на Богданах Мельницкого и проспекте Мира. Дополнительную информацию можно получить по номерам телефонов или на сайте. Ну а завершится благотворительная акция 21 августа. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы Час новостей. Оставайтесь с нами. По просьбам о мече ярмарка белорусской обуви пробудет в городе еще неделю. Для этого в Омск отправили новые поставки. В ассортименте широкий выбор летних моделей. Обновить также можно осенний и зимний гардероб. Вся обувь проходит проверку в системе «Честный знак». Это подтверждает ее подлинность и качество. Подробности далее. Классическая расцветка. Белые, черные и бежевые модели идеально подойдут к любому летнему наряду. Подобрать обувь могут и любители ярких красок. На ярмарке больше тысячи разнообразных моделей. Босоножки, сандалии и ортопедические туфли. С выбором помогут продавцы-консультанты. Хорошее отношение к людям. Я очень вами благодарна. Прикупила у вас аж три пары обувки. Комфортно. Красиво и модно. А еще так по беру хорошо, нормально. Она принесла вторую. Говорит, вот это получше. Все, я взял эту. Вся обувь сделана из натуральной и прессованной кожи. Ноги в такое не устают. Комфортно будет и обладателям выпирающих косточек, широкой стопы или страдающих от отеков. В новом поступлении летние, демисезонные и зимние модели. Вся обувь, находящаяся на ярмарке, имеет повышенный комфорт. Осенняя, например, водоотталкивающая. Летняя она дышащая. Нога в течение дня не потеет. При ходьбе нагрузка с позвоночника со стопы снижается за счет ортопедической стельки. Ярмарка белорусской обуви работает на втором этаже ДК имени Малунцева по 10 августа включительно. Днем потеплеет до плюс 24. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ярмарка меда в Омске с 1 августа по 5 сентября. Ждем вас в торговом центре «Корона» остановка ДК имени Баранова и УДК имени Малунцева. Акция. При покупке одного килограмма меда, один килограмм цветочного меда в подарок. Как будут развиваться события, расскажем уже в 17 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин